Думаю, это может быть какой-то порядок. Привет. Здрасте. Здорово. Что делаешь? Общаюсь. Общаюсь. А вы что делаете? Тоже по-моему. Ну, о чем общаетесь? Мы? Обо всем подряд. Обо всем тему найдем и вообще разговариваем об всем. А ты о чем? А мне что? Политика, история в основном. Ну, как бы за историю, за политику. А что еще делать? Историю. Историю? Конечно. Идеально просто. Да? Тебе сколько лет? 23. Понятно. А ты с какого города сам вообще? С Киева. Города. Столица Украины. Город Киев. Понял, понял. Сейчас, видишь, между Россией и Украиной там предел это творится. Да? Так же всегда было. Если вы за историей меня спрашивали, знаю я ли историю. Так всегда было по истории. Так же не всегда. Страдают обычные люди, правильно? Историю делают политики. Правильно. Страдают, конечно. Конечно. Было бы все нормально, как в Европе, никто бы не страдал. Так что ж. Вот смотри, у меня очень много друзей, да, которые живут в Украине. И, ну, как бы я с ними на общухе, понимаешь? И никто не доволен то, что сейчас происходит вообще в этом мире. На общухе? Это как? На общухе. Это значит, мы общаемся, постоянно созваниваемся и разговариваем с ними. Это на общухе называется. Да, ну, да, никуда не поверю. Украинцы с русскими уже очень мало кто там общается, кто с Россией. Это очень вряд ли. У меня очень много друзей, которые на тот момент и в Россию приезжали. Там вот мы с ними, я в Петербурге там работал. Они уехали сейчас. А с Харькова есть у вас знакомые? Вот именно с Харькова у меня есть. А как они относятся к тому, что их каждый день бомбят? То с Белгорода, то и с Брянска какого-то, то еще откуда прилетают бомбы российские? Как они относятся? Смотри, он живет в частном секторе. Которые все относятся? Но это же непричастные обычные люди к этой бомбежке, правильно? Это же бомбят конкретно кто-то, кто воюет. А если люди непричастные, зачем принимать этот негативизм в общество, если, по сути говоря, мы друг другу ничего не делали плохого, да? Понятно, что там у кого-то какие-то контры, но нация-то, она же не все одинаковые, все же люди индивидуальны, правильно? Не все, согласен, не все. Но большинство. Вот большинство, оно формирует государство, собственно. Это больше то, что воспитание, кто тебе эту мысль внедряет. Нет, а как они комментируют? Вот они с вами общаются, да, там с Харькова, а как они вообще говорят за то, что прилетают ракеты с России по ним каждый день? Смотри, они, ну вот, допустим, у меня друг, да, он вот недалеко от Харькова, он в частном секторе живет, там постоянно, вот он, вот даже с ним созваниваешь, мы, говорит, в подполе, вот, ну, в доме он прячется, говорит, вот сейчас бомбежки там, все это дела, вот там прошло, вот это, и вот мы с ним разговариваем, он все понимает, мне говорит, ну, понимаешь, простой человек, ему эта война не нужна. Так кто виноват? Он говорит, кто виноват, что ракета с России прилетела? Кто виноват? Это вот это вот делают, вот, не то, что там, блин, война, история, это не от простого народа исходит. Ну, я понял, так кто виноват же, по его мнению? Вот его мнение. Не разберешься, кто виноват. Как это не разберешься? С России ракета прилетела, как, кто, кто тут, что тут разберется? Говорят, что виновата Россия, а в России всем говорят, что виновата Украина. Вот чтобы ты понимал, здесь все там, СМИ, все это дело. Так а он, а он как говорит? Я спрашиваю из-за него, что вот он живет в частном секторе, возле Харькова, прилетела ему ракета в дом. Что он говорит, кто виноват? Чья ракета? Ракета в дом не прилетела. Да он понимает, что это с России прилетело. Он понимает, что ситуация. Так кто же виноват? Он не берет этот момент, понимая, что происходит. Как это не берет? Он знает, что это с России. Так кто виноват тогда? Это уже последствия, по сути говоря. Конечно, конечно. Это последствия того, что происходит. Корень-то этот, никто не узнает, из-за чего же это происходит. Почему же никто не узнает? Почему никто не узнает? Всем говорят разную информацию. Если бы она была бы едина, да, допустим, сушились бы, да, обе стороны вы признали бы, а разные стороны... А вы какой доверяете? Какую вы слушаете информацию? Слушай, я никогда СМИ не смотрю. Не-не, не СМИ, вообще не СМИ. Вот вы же говорите, у вас много знакомых с Украиной. Что, как вы думаете, человек, который живет в самой стране, видит, что прилетела к нему ракета, он лучше будет понимать за вас или хуже? Он, конечно, понимает, но здесь... Ну, лучше или хуже? Лучше или хуже? Дрова рубят, щепки летят. Да? Ну, согласись, это же не мы это делаем, не я. Так лучше или хуже он понимает ситуацию? Это делают политики. Я понял. Лучше или хуже он понимает, тот, кто живет в Украине? Ответьте, пожалуйста. Вот живет он в Украине, он лучше понимает или хуже? В смысле лучше понимает? Ну, что вообще творится? Что вот ему ракета прилетела в дом, он видит сам своими глазами. И вы, который живете где-то там, допустим, просто теоретически где-то там, на Сахалине где-то живете. Кто вот лучше понимает? Я считаю, что нельзя компетенцировать. Каждый понимает ровно настолько, какую информацию ему заложили. А эта информация никакая не может быть всегда достоверной, потому что любая информация пропагандируется в своих интересах всегда. Согласен. Ну, смотрите, я с вами полностью согласен. Ну, смотрите, человек не смотрит, вот, например, вообще новости. Вообще не смотрит. И вообще он не слышит, что там где-то по новостях там показывает, говорят. Вот этот человек такой в Украине и такой в России. Ему прилетела ракета. Кто из них будет лучше осознавать, что вообще происходит? Смотри, он не смотрит, но он общается с людьми. Информация внедряется же не только человеком. Хорошо, он живет сам. Он живет сам. Он вообще не общается ни с кем. Он не с гоем. Он где-то в лесе живет. Он будет понимать ситуацию? Да, ситуацию все понимают. То, что там с России прилетело. Я вот тебе говорю, знаешь, когда... Смотри. А Россия не будет обвинять Украину. Но он же не будет обвинять меня, что это ракету послал. Согласись. Смотрите. А кто пускает эти ракеты? Вот летит самолет. Летит. Ну он же ж не беспилотный. Кто-то сидит здесь, правильно? Управляет этим самолетом. Кто-то пускает кнопочку нажимать, чтобы бомба полетела. Это кто такой? Это кто такой? Смотри, согласись. Это происходит, потому что идет война. Нет, а кто исполняет? Кто исполняет эти вещи? Он же, по сути... Ну смотри, война идет... Он же это просто наемный человек. Это же не он хочет, чтобы она летела туда. Ему сказали, пусть она туда... Он исполняет. Хорошо. Хорошо, согласен. Согласен. А зачем тогда он пошел на это? Изначально? Вот идет он в армию. Он же понимает, что армия это всегда какие-то действия. Может быть, в России очень много военных действий. Там Чечне была война. В Грузии была война. А вот в Украине... Он же знает, на что идет. Смотри, тебя призвали, ты уклонился, у тебя статья. Да, у нас, смотри, призвали... Так, за границу. За границу, чтобы не убивать людей. Это же лучшее, правда? Ну, это так тоже просто. Вот смотри, у меня друг, он оттуда уехать не может, в Украину. А так же отсюда. Почему? Почему не может уехать? Некоторые же, они же запрограммированы на том, что Россия, наша страна, там Россию нападают, там, знаешь, там, или то, и все. Они будут чувствовать себя предателями. И, чтобы не чувствовать себя предателями, они такие, ну да, мы идем за свою страну воевать. Понимаешь, ну, как бы, как любая... То есть они соглашаются. То есть они сами соглашаются на это. Они, типа, думают, что они за что-то благородное воюют. Ну, типа, да. Походу, да. Наверное, так оно и есть. Ну. Они не понимают, за что они воюют. Они просто, ну, воюют, чтобы именно самоутвердиться, что они не предатели своей страны. Что им сказали, да. Видите, это у них уже согласие идет, получается. То есть они же по своему соглашению пошли. По своей воле. Как бы. То, как бы. И это такая тема, я считаю, что она, вообще, они можно разговаривать без границ. Нет, нет. Бывает, знаешь, какая ситуация, что соглашаясь, не соглашаясь тебе, тебя в такие условия ставят, что ты не можешь ничего сделать, да. Ну, знаете, если вы понимаете, что вы едете, можете убить кого-то, то, наверное, лучше все-таки там, да, уклонись, все плохо, но можешь на себя уехать, но зато ты никого никогда не убьешь. Это же, по-моему, лучше. Или я неправильно говорю. Запрограммировано. Он не может даже убить там или кого-то. Но уехать за границу не каждый сможет, понимаешь? А некоторых условиях создают такие, что вот он не может это сделать. Вот. А ты сам воевал? Не, ну когда бы он там успел бы это сделать? Да не, вообще, просто ты... Если бы ты служил... Меня еще не призывали. Но у нас война, но у нас война рядом. У нас война рядом, мы ее видим своими глазами. У нас ракеты могут прилетать, вот после дома упасть, может, в Киеве. Так что... Если бы он воевал, он бы уже воевал бы. Людей отпускают потом на увольнение. И что дальше? Ну и что, повоевал, приехал домой отдохнуть. Поверь, в 5 рулетов этот человек бы не сидел. Да, в стопудок. Ну, так... Они сидят на рулетке. Да нифига. Не могу ничего сказать по этому поводу. Я вот хотел бы только вам задать вопрос. Потому, если, например, вот простой пример возьму, например, кто будет виноват в ситуации, если идет девушка по улице. Классический пример. Девушка идет по улице, и на нее нападает какой-то маньяк, вот, ну, какие-то там преступления какое-то делает. Кто будет виноват в данной ситуации? Ну, конечно, маньяк. Не, ну, правильно. Ну, вот. То есть, не девушка, которая могла как-то его спровоцировать. Вот как-то там, оделась как-то, да, вот, вот, корито, что ли. Наш не будет виноват, а никак. Дальше, ну... Ну, так, так кто же будет виноват, когда Россия напала на Украину? Вот кто будет виноват? Вам же говорят, типа, что Россия... Мы еще не виноват. Подожди, Настя, не перебивай. Смотри, вот ты пытаешься найти виновного, да? Так это же аналогию я вам провел. Вот, есть маньяк, и есть... Тебе на кого напал этот маньяк, вот. Ты ищешь, ищешь вот этот момент, да? Вот, допустим, смотри, мне. Вот как человеку, допустим, я не то, что далекий от политики или там это, да, ситуации. То, что делают политики, мы не можем ничего... Ясно. Вот, если не это делают... Видите? А как называется... Секундочку, секундочку, буквально секундочку. Секундочку. А как называются вот люди, которые пытаются оправдать этого маньяка? Эй, блин, залагали, залагали. Залагали. Как называются люди, которые пытаются оправдать маньяка, который нападает? Как? Они как-то уходят постоянно от ответа на этот вопрос. Как? Соучастниками можно их называть? Или просто... Кем их можно называть? Это мне интересно. Ну, это смешно. Они все прекрасно понимают. Просто не знают, что улетят потом за... В тюрьму улетят, если скажут. Вот какая-то...